Шарик этот покажу, купили вот такого Дедушку Мороза, шарик музыкальный. Ну-ка Стас Крутани, вот это музыка. Будет музыку вечером, Стас слушать и засыпать. Я Елене привезла американскую лошадку, такую вот тоже, которая с музыкой, и дети засыпают под нее. Включаешь она тогда? Так, просто я покажу, что мы опять в этом красивом магазине новогоднем. Потрясающе. Потрясающе просто так взгляд. Он весь год что ли открыт. Так, мы просто пришли в столовую вот сейчас. Показываем, что мы взяли. Руд, салат. Да, неудобно снимать. Просто так покажем, что мы набрали. Мы уже пришли, тут все уже почти раздалось. Можно, можно. Так, мы сходили в бесплатную столовую. Стас хотел уйти. Ну, он себя, да. Мы зашли, как бы вообще для нормальных людей, конечно, это очень такое место. Нормальные люди сюда не придут. В том плане, что это когда уже жизнь может заставить. А так-то вообще. Ну, что, поели, все попробовали. Пострили, как кормят бездомных. Да, нормально. Так, перекусили. Так, перекусили. А, да ты что, мы еще, Надя, увидим эту машинку. Так, это мы приехали на винодельню. К нашей русской Марине. Не знаем, сейчас открыто, не открыто. У них только по субботам работает. С 10 до 4 они работают. Остальные дни нет. Это частная винодельня. Сейчас проверим все. Если, конечно, она работает, будет отлично. Вот их кусочек винограда. Там зеленый еще, а тут уже желтый. Да, вот американский типичный пейзаж. Вот в фильмах, да, показывают? Вот такая пустыня, и пустыня, и дорога. Вот так и ехали горы, выжженная трава, и вот такие виноградники. Как-то красиво, не желтые. Так, ладно. Смотрим, что мы там обнаружим. Темноватый? Ну, меня хорошо показывает. Сейчас у нас его сын, женой, остановился. Они там. Но мы ненадолго, потому что... Нет, 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 нет. Мы не ходим, если никого не пойдет, смотрит телевизор. Они вдруг пришел. Ага, хорошо. А мы сейчас позадим. Они, к сожалению, по-русски не говорят. Да вы что? Потому что муж у меня американец. Ну, как язык? А их нет, не значит. Говорят, что вы за рот? Давно. Да, да, вообще. Язык не забыли. Нет, говорю. Вообще очень хорошо, но... Ну, это же ведь частная винодельня. Вот мы же читали у вас про этот... Как он называет? Такая частная, что мы здесь гостей принимаем. Чего? Вино сейчас пока не делаем, потому что сейчас подаем только виноград. У нас 20 экр. Все равно, как переводить на гектары. Забыла. По-моему, наверное, 40 гектаров. Или... А, ну это земли получается. Гектары или... Гектары это много, да? Один гектар, мне кажется. Так, ну ладно. Такая винодельня. Такая винодельня. Вы первые. Если Екатерина будет, то с ума сойти. Не надо пригласить детей, чтобы они убили вас. Не надо. Ну. Такие бокалы, посмотри, большие. Мы сейчас вам тоже рекламу сделаем. Так, я вот так вот пробегусь по этой брошюре с винодельни. Там сами остановите. Вот это телефон, все сайты. Вот так. Ну, тут основной, конечно, телефон и адрес. Телефон и адрес. Вот здесь вот еще. Вот. Вот телефон. Вот это адрес. Вот кто желает поговорить, посидеть. Вот это их озеро. Ну, на русском языке, чтобы все понятно было. себя комфортно чувствовать, спросить все, что интересно. Вот, мне кажется, вообще замечательное место. Там к воротам нужно подъехать, кнопочку нажать, если не дозвонитесь. И все, можете на территорию заезжать по субботам. С 10 до 4, по-моему. Вот тоже. Марина. Салтон стал. Салтон стал, да. Потому что, это, в YouTube выложим. Можно? А, да, да. Да, я сейчас, я потом адрес ваш напишу, что к нашей приезжают, да. Вы сейчас немножко, если даже, может, расскажете вот так вот, историю этой винодельни. К сожалению, масло у нас скользилось в этом году. Ага. Но мы все равно о нем расскажем. Сейчас расскажу. Угу. Дети у нас все выделили. Одно соседе. Пинонуар. 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 Это вообще... Я думаю, что это Бордо. Варайте Бордо из этого. В 2008 году. Угу. Вот это было сделано. Пинонуар, да? Пинонуар. Сейчас мы вино не делаем, но мы продаем виноград. Мы пытаемся продать его самый дорогой в этой в Касаном Аккаунте. Поэтому работаем на этом. Как бы просто виноград. Качество его, просто виноград. Качество увеличить. Угу. И клиентов найти хороших, чтобы хороший виноград, винодельни покупали. Угу. Вот, поэтому я делала вино в 2009, 2010 и 2011, но мне не понравилось. Поэтому я продала это в бочках. А, да вы что? Ну, вот это вот у нас самое первое и самое лучшее. А получается сейчас к вам нельзя приехать и купить. Можно? Мы будем делать вино на следующем году. А, ну хорошо. Уже три года, как мы стараемся качество виноградника увеличить. Ага. Извините, русский у меня, конечно, плохой. Ой, очень даже хороший. Конечно. Нет, замечательный. Да. Поэтому... Очень хорошо. На следующем году я буду делать... Ну, все отлично. Так что вот все, кто будет смотреть, дадим адрес. Это было раньше, конечно. Коровья... Коровья... С фермой. Фермой. Угу. Здесь ничего не было. Ага, Марина, рассказывай, я буду это прямо, да, вот как бы... У меня была дешевая. Так, рекламу даже сделаем. Поэтому вам нам придется как делать. Ну, я там и что... Не надо, я вырежу потом. Ага. Была пустая земля. В 1998 году было такое же пастбище, как... Так, ну-ка я сейчас покажу. Ничего. Ничего не было, вот так. Ага. А у нас есть зеленый, который можно гладить. Можно. Я тебе покажу. Сейчас попозже пойдем. Ничего, ничего. Угу. Я весь дом уходила, мне что-то погладить. Ну вот, погладим. Сейчас я детей позоволью. Погладим. У нас... А вот там зеленые, да? Тысяча шестьсот деревьев. Деревья? Тысяча шестьсот деревьев. Зеленые. Погладим. Зеленые. Какая, ряды зеленые. Да. Что бы хотелось еще сказать? Сами все это... Нет, ну не сами, конечно, не мады. Здесь сами никто не сажает. В основном рабочие из Мексики. Ага. Оливка и деревья завезены из Таскани. Это где? Италия. Что с себя? Таскан. Таскан. То есть оно очень это такое строгое, не строгое, а... Тяжело выращивание. К засухе. К засухе, да. Да, потому что здесь летом... А, выносливое, да? Да, оно очень. И получается пепри. Как сказать, пепри. А пепри, это острое или... Острое, острое, точно. Оно островатое. Ну, конечно, немножко осталось в вашем году, вот этот пепелочек. Ну, мы его раз попробуем. А, оно на вкус такое специфичное, да, прям... Вот оно должно даже, как в горле, да, вот першить вот это настоящее масло, вот говорят. А я думаю, мы купили дефектное. Да ты что? Может, в Греции купили? Это первый аджим. Да, да. Только один аджим. Холонный аджим. Никакой, чтобы... И мы возим специально фрукт. Три часа отсюда, к северу, северо-восток. Наш друг итальянец, у него очень хорошая машина, которая производит масло без кислорода. То есть, оно не отъясняется. Потому что все, все витамины, все в нем... Как интересно. ...все в нем... И специально туда возите, его отжимают, да? Да, потому что это единственная машина, где нет... А мы по-английски, а мы по-английски, потому что вино расслабляет. А мы по-английски, когда говоришь одно и то же американцам, каждый раз у тебя все... Ой, когда у меня уже это настанет? Я второй год, да. Да, я приехала сюда, и я поняла, что это совсем не скоро. Свободно понимать и совершенно свободного так общаться, не напрягаясь. Это надо несколько лет. Учитывая то, что ты английский не учила вообще, а я его учила лет 10. Да. И ты сейчас понимаешь всю свою семью американскую, что они говорят... Ну, более-менее, более-менее. А я не понимаю, как вот этому, чему нас учат в школе, в институте. Я тоже учила в институте, в школе, сюда приехала, я пошла, брала курсы. Ну, я тоже вот хожу, как бы, в Петалума, в колледж, в джюниор колледж, в сану... Да, в колледж. То есть у тебя не знаю, у тебя прогресс хороший. Ну, да, я себя этим оправдываю, я себя оправдываю. Нет, нет, у тебя действительно это реально, реально. Так красиво, Надя, с боковым, вот так вот. А у меня еще подсветные. Да, да, просто отлично. Лёвка у нас животных пошел смотреть. Это принадлежит нашей семье. И будет надеяться, что будет в семье. Надеяться, что дети... Это бизнес семейный, вот такой. Это небольшая корпорация, мы все делаем сами. Конечно, мы нанимаем, нанимаем работников. Мы здесь живем, вот в маленьком доме. Вот такая вот, я потом телефон все оставлю. На праздники выезжаете, да? Вот, если в город надо, то... Только приехали две недели назад с Европы. Мы ездили во Францию, Англию. У моего мужа, вот этот вот портрет, он был... Это его предок, который в 1700 году был губернатором Connecticut. А, штат Connecticut? Штат Connecticut, аналитическом побережье. А, посмотреть потом будет по карте. Бостон. А, возле Бостона. На другую сторону. Нет, я, я в Бостоне. Мы тут, а не там, получается. Бостон, на другой стороне. А, ну, вот этот, его предки вышли из Франции. Так, вон, Гордон. Мы ездили в Гордон. Уже в Южную Францию. Откуда. Запах там не сохранился. Ага. Назвали настояль. Он француз. Марины. Француз приехал с Вильгельмом завоевывателем в Англию. Завоевывать Англию у саксонов в тысячном году. То есть мой муж сможет... В тысячном году. Ничего себе. Трейс из истории. А, ну, есть дерево историческое. Спасибо, что переводите. Все уже. Господи, вот ведь я дожива. Переводить могу. Да? Да, Куля. Вот ведь прогресс-то у меня какой. Я боюсь, что если я буду пить, тем больше... Марина, а вообще вот виноград собирают. Потом его как-то выдерживают. Как вообще вино вот это вот делают? Эта технология. Мы уже его собрали в августе. Ага. Когда мы начали растить виноград, мы продавали его... Компания называется Шрамсберг. Как немецкая вроде бы. Да, имя немецкая, но они американцы. И семья, тоже семейный бизнес, они делают шампанское. А, как у нас тут тоже есть. И у нас купали вино, виноград для шампанского. Для шампанского винограда собирают в августе. Ему необязательно быть сладким. Да, тоже. Потому что он добавляет... А так сентябре, да? Вот. Почти 6 или 7 лет мы продавали им этот виноград. А потом стали продавать вино. Он называется Steel Wine. То есть не bubbles, не пузырики, а вот такое. Угу. Просто вино. Просто вино. Красное вино. Я прямо сегодня как-то угадала ногти. Да. Давай я еще раз покажу тебе. Ногти свинок. Угадала, да. Ты напротив окна сидишь и не видно. В Владимире живет. Так я по нем скучаю. Где он живет? Во Владимире. Недалеко от Владимире. А, во Владимире. Ну как этот, кирпич такой огромный. И дорого ведь было поговорить. Люди вот включали вообще. Сейчас почти бесплатно. А Марина, а вы скромная или не скромная? А как сюда вы приехали? У меня муж привез. Он поехал, когда Россия открылась, перестроили. Поехал туда бизнес заниматься. Ага. В России. В России. Так как он из Блумингтон. Блумингтон, Иллиной. Это Иллиной. Америка тоже. Ага. В середине. Наш город Владимир и Блумингтон были... Друзья, да? Друзья, побратимы. Да, да, да. Они называют Систра Сирис. То есть они сестры. У нас братья. И вот он приехал. Это делегация из Блумингтона к нам. В Владимире. Где мы познакомились. В то время же это вообще. Я помогла открыть бизнес. Он нанимал компьютерных программистов делать программы для докторов здесь. Я ему помогла. С программистами. То есть я знала себя. Вот так познакомились. И он меня знакомил. Стаса. Здорово. Мой муж меня старше намного. Ну, просто замечательный человек. Так я говорю, тут столько наших женщин вообще вот находят именно как бы счастье семейное вообще. Они там вот как-то все страдали в России. А здесь приезжает и счастливый. Давай, Стас. Спасибо. Спасибо. Да. Давайте просветаем. Да. Спасибо, что приезжали. Вам спасибо. Хорошо, что Стас ты сказал, давайте заедем. Я боялась. Не-не-не. Нечего бояться. Мы в субботу открыты. Хорошо, что нашли кнопку, где надо ехать. Молодцы. Я потом уже еду. Американцы иногда просто разворачиваются. Да-да-да. Мы так и собирались. Я еще с российским. Это тоже так. Я говорю, давайте заедем. Правильно. Оля у нас уже про американка стала. Я испугалась. Я не знаю, что, наверное, неприятности бы тогда. Нет-нет. Нет? Нормально, да? Если мы открыты, ничего тут страшного нет. Я имею в виду, если бы матрица нашли. Я один раз зашла на частную, да. Все помогут, все скажут. Если уже закрыты, ну, знаешь, вам надо ехать через забор. Там и там электричество проведено. Да-да. Я один раз заехала так вот на частную. Соседи у нас Левайс Штраус. Левайс. Нет, вот эта вот фирма. А, Левайс. По-русскому Левис. По-английски Левайс. Они дочка основателя этой фирмы. Да вы что. Соседи у нас в этой фирме живет. Ничего себе. Да вы что. Мы сейчас покажем у них территорию. Как интересно. Огород. И продаем овощи, фрукты и мясо. А вид коров, как называется? Берифорда? Нет. А у нее какие-то специальные... Ангус. Ангус это да, который здесь у всех почти. Вот у нас соседи. Ангус. Они через поле. У нее какие-то специальные экзотические. Мясо специальное какое-то. Я ведь хотела еще сказать, что вот тут... Австралии тамбусы. Так как сейчас Австралию закрыли, то Зеландию и Аргентина. Аргентина хорошее мясо. У меня подруга из Аргентины. И нам дешевле, да? Ну дешевле. Но Америка, она единственная страна, которая выращивает по такой технологии, что мраморность очень высокого уровня. Потому что здесь вот именно виды прайма, они самые-самые качественные и высокие. Потому что все остальное идет choice и ниже. Choice это разновидность мраморности. Я смотрю, чем они питаются, коровы, я не могу понять, как из них такое. А тут же круглый год вот трава ведь и сено. У нас два года, не было дождя. Официальная засуха объявлена в Калифорнии. В городе, не знаю, как у вас воду регулировать. Мы думали, что в этом году станут регулировать, да, потому что не было дождей. Санта-Барбар, это моего мужа, дочка живет. А у к ферме тоже. Им не разрешают поливать эти дозоны. А это ж сколько воды надо на все, это точно. Но у нас свое озеро. Да. И у нас свой колодец. Нет, вчера мы видели, поливают эти поливалки. А это маленькая территория? Мы жили в городе, у нас свой колодец в городе, поэтому мы тоже поливали. А может, у меня другой мячик. Говорю, ага. А то есть, по идее, это зеленые поля, да, должны быть? Еще вот пару дождей и будет зелено. Потому что я смотрю, ну, Господи, чем же... Ну, хватает корма, да, получается, ведь животным сено вот это... А сейчас они ходят, что там едят. Вот это вот едят? Сено? Ну, им сено кормят. Хорошие сено покупают. Не здесь, конечно, не здесь врач, вот там, что здесь дорого поливать надо. Вон как, да? А еще, Марина, вот я тоже говорю, вот здесь ведь в Америке каждый кусок земли отдан. Под фермерство, под ранчо. Тут нет вот такой земли. А вот сколько едешь, везде все в заборах. Везде все в заборах. Как бы нет вот таких пустырей, чтобы... В горах, в горах и в пустыне. А, ну, да, в пустыне, да. Там потому что ничего уже даже не вырастешь. А вот, наверное, где можно использовать, оно все отдано в частных руках. Потому что... Оно не отдано, оно продано. Продано, но... Когда американцы, англичане сюда приехали, взяли землю индейцев, и начали ее взорвать. А ведь еще... В Калифорнии, наверное, такого нет. Ну, конечно. Они все приехали из восточного побережья. А еще... Не, разрешают продавать на рынке, на свободном рынке. Ну, так вот не разрешают. Конечно, где же это? Это капитализм называется. Ты покупаешь землю, и сразу же платишь на это налог. Налог на собственность. Если ты ничего не делаешь с землей, ты ее потеряешь. Если ты не сможешь платить налог. Индивидуальные налоги. Если у тебя доход, мы каждый год делаем имбалансы, отчеты и платим налоги. Индивидуальные. И корпорационные налоги, они тоже платят. И все, налог. А если не секрет, какой процент налог платится? Оно по шкале, по-моему, самый маленький 10. 10 процентов? Да. Если ты ниже уровня, 45 тысяч на 4 человека, вообще ничего не платишь. Значит, есть какие-то обороты? Есть. От оборотов платят налог. Чем больше оборот, тем больше налог. Тестировать вино, да? Ну, не знаю. Купить надо будет потом. Попросим. Да, я думаю, что да. Я бутылочку тоже куплю. Ничего, у нас есть пластик. Мы все отделим. Коровки там такие. Короче, Надя, сказали, что это приехали русская девушка. В Америке так не ходит, да? То есть, потом в Америке живет уже река Зеранда. Вот, Лева, тебе тут и батут. Что только нету. А, посмотри, какие необычные. Такие крепкие. Какие интересные. Как собачки. Ну, это же какая-то порода, ведь это. У нас нет таких, я не видела. Нет, они. Какие интересные. Это английская порода. А вы хотите их не погладить? А их не погладить, Лева. Так они, посмотри, какие толстенькие. Какие классные вообще. Они застеснялись сейчас нас. Вот, Леве у нас тоже, вон, собачки. И собаки-то, Лева, радость какая, она бегается. А, вот животные-то. А, у меня еще одна есть. Убывается итальянская овчавка. Она специальная. А, вот животные-то. А, вот животные-то. А, вот животные-то. А, вот животные-то. Нет, нет. Пока не будем. Посмотрим. Много вложить сахара и дрожжи специальные. И вот, чтобы он сюда ушло, вот так мы его держим, поворачиваем. Когда она все эти дрожжи здесь замораживает в специальной машине, открывает, дрожжи вылетают и тут же закрывает. Вот так ими этими штуками. Ничего себе. Здорово. У нас машины этой нет, потому что там очень много пневматической силы. Я боюсь этим автоматом заниматься. Но она сама делает эти штуки, приворачиваемся. А вы же сами будете учиться, да? Сами. Ну как? Мы возим вино. И когда мы делали вино, нам его прессировали, нам его положили в бочки. Мы хранили бочки здесь. За бочкой, за вином надо следить, надо его добавлять, потому что оно испаряется. Туда добавляешь вино, чтобы бочка была полной, иначе оно прокиснет. Туда добавляются специальные дрожжи, специальные салфайт, как они по-русски? Я не знаю. Специальные добавки какие-то. Добавки, чтобы оно не испортилось. Угу. И через год. Угу. Закрываются, да? Сейчас покажу, как это. Угу. В этих бочках вот сюда доливается, да? Угу. 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 Ух ты, она там сжимает ее. Аааа, классно. Это вот эта вот штука ее сжимает вообще. Супер. Угу. Первый раз такое вижу, да. Угу. 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 В одной бочке 12 петух. Надя, посмотри, как пробки оказываются закрываются шимпанские, да. Вот смотри, пробка вставляется, вот так ее туда сжимая и вот этим проталкивает их в бутылку. Вот шампанское желтое и вино, это оказывается из одного сделано винограда, разная, как сказать, выделка, как-то говорят. Производство, процесс, процесс, да. Разные, вот, разные цветы. Для красного вино его держат в больших контейнерах, со шкуркой. Эта шкурка дает цвет. Для шампанское тут же выжимает, а тут же отделяет от шкурки. А сам виноград какого цвета? Красный, да? Виноградинга. А из зеленого делают виноград? Да. В шампанское обычно добавляют зеленый виноград. И два вида черных, красных. Ну, так у нас его нет. У нас один сорт. Один сорт. А как называется? Пинануа. Это и вино так же называется, да? Да, Пинануа. Это, говорят, вообще очень хорошее вино, вот в Калифорнии, Пинануа. Его привезли из Франции, по-моему, из Бургаде. Это Люда тогда тоже говорила, что вообще она его больше всего любит. А сегодня не поехала. Вот, Людочка, смотри, не поехала. Мы твое любимое вино пьем. Пошли угодья смотреть. На фоне виноградника. Сейчас сфоткаемся. Вот это виноградник, который мы смотрели. Такой желтый, красивый. А вот это озеро. Я не пойму, как только тут вода окопится. Сейчас спрошу. Это самое большое озеро в Саноме. Личная территория. Потому что тут проблема в Калифорнии с водой, вот как Марина говорила. Ух ты. Мы на остричную ферму еще потом поедем. Не знаю, во вторник. Вообще, 30 долларов всего. Такие остричи, вот такие. А Бабадеговый опять мы с тобой на ветрах. Американские. Да, на американские. Ай, чё. Мы в автобусе с тобой такие страшные были. Здесь красивые. Ой, не извините, пожалуйста. Сила тут. Так-то вот. Вот, в лесу оттуда видно было. Ой, как так красиво. Стас, я вот так у тебя и напротив солнца сфотографирую. Всяко-разно. Я, мы можем вот так вот ставить. Это, да, это? А, да, вам в лицо. Ой, озеро. Вот так, кстати, очень красиво. Красиво. Очень красиво. Я и поближе вас, и подальше, да. Я просто мягко-возителю. Мягко-возителю. Я со всего мира привожу. Да, ну, понимаю. Да, обратно пошли. Виноградные ты, да. А, ну, я в следующем году подержу виноград. Я просто никогда в жизни не держала. И мне неудобно зайти на частную территорию-то попросить всегда. Они вот такие. Сейчас я знаю, где. Это уже взрослый виноград получается. А, ну, стволы-то. Только стволы, да. Да. Сколько, интересно, лет ему надо расти, чтобы вот водоносить. А мы сейчас 15 лет. Ну, а вот 15 лет. Марина, это у вас что такое вот в земле? Нет. А это российская система. Это вот отсюда воду, да. Вот отсюда идет. Все эти трубы. Ты, Юля, скажи, что это озеро сами. Да, сами выкопали. Оно самое большое вот здесь, Сонома. Да. Оно самое большое, да, вот получается, в этой Сонома-каунте. Личное-личное озеро. У вас проблемы с водой нету. Господи, я прям на винограднике тропаться не могу. Они так в ряд, все такие ухоженные. Ой, как красиво. Там оливковые деревья зеленые, вот на горке. А, да, там оливковые деревья, вот сзади нас. Но сейчас масло тут не делают. Ну, это пока временно. Да. На следующий сезон будут, Марина, делать и шампанское, и вино. Так что вообще все желающие приезжайте. Да, которое чуть-чуть горчит. Это настоящее масло. Чуть-чуть перец, да? Ну, в Америке, наверное, это... Это масло оливковое. Лёв, ты знаешь, вот экспорта много же, в принципе. Ага. Ну, это именно настоящее смодельное, да, получается? Ну, частное сделано вот не фабричным способом, а руками частным. Да, да, да. Это сейчас ценится дороже здесь. Нам понравилось очень и вино, и шампанское. Ты запомнила, как вино на своем? Да. Сказали. Вер Юнион какой-то. Нет, Ветер Юнион. Нет. Педро Юнион. Сейчас мы учим. Люда вот запомнила. Пауэр Юнион. Сейчас мы учим. Что-то либо Педро, либо Пауэр, либо Вера. У меня хоть какая-то идет, с ним катает. Смотри, аллея. В общем, сейчас мы купим вина, и я потом... Марина маленькая, хрупкая, русская. Да, вот, пожалуйста. Ты же весь парадит. 20 лет живет. Повезло с мужем. Да, вот мы спросили, как адаптировалась Марина. Она говорит, повезло с мужем, очень поддерживала. Да, да, да. Говорит, вообще тяжело было. Говорит, за мужем тоже, за российский, надо. А, ну вот. Российский муж не удался. Вот он ее не поддержал, видимо. Только американский. Но это мы просто говорим, факты из жизни. Мы не прописываем ничего там. Просто это факты. Я не знаю, что не российские мужи. Вот я не знаю. Нет, потому что я не знаю. У тебя же российский муж идет. Нет, у Афы. Ходит с ним святого памятника. Сделать вино. Да. Мы с тобой будем ему счастлив. И муж счастлив. Понимаешь? Счастлив. Уже великанец. Диана. Да. Да. Короче, у Марины домашние животные. Я говорю, можно гладить? Гошечка, ты попробуй. Можно ее погладить? Давай. Так она ручная ведь еще. Где она? Вот она. Ой, господи. Боже мой. Вот тортит. Здорово. Такие вкусные. Где живет Левайс? Левайс. Вот так вот. Вот здесь живет дочь Левайс. Вот. Показываем вам. Это дочь создателя фирмы Левис. Знаменитейший. Джинсы, футболки американские. Вот она здесь живет. Выращивает овощи и продает. И коров. Смотрите, конечно, на изображение. И коров. Я должна вот это показать. Вы тогда что заедете? Потому что это очень интересно. Эвкалипты. Это все эвкалипты. Вот так. Вот так вот. Вот так, если увидите. Так, мы едем обратно. И вот мы решили, я говорю, Марина совершила подвиг. Да. А Надя говорит, это не подвиг. У нас дискуссия с Ольгой. Марина не совершила никакой подвиг. Изначально ей повезло, потому что, я считаю, мое мнение такое. Кто-то может не согласиться, что изначально человек, первичный человек. Ей просто попался очень хороший человек. И вот всю нашу беседу, сколько мы видели, она постоянно это подчеркнула, что у меня очень заботливый муж. Да. Как повезло с мужем. Да. Муж обо мне заботился. Муж постоянно помогал мне. Первый год он говорил за меня на английском. То есть надо подчеркнуть. Потом мучиться она пошла на второй год. Не важно, кто он американец, русский, французский. Это точно, Надя. Национальность не важна. Изначально важна позиция жизненного человека. И отношение к... И его отношение к своей женщине. Это важно. Вот это самое важное. Американец, русский, немец. И она даже на ферму приехала. Африканец без разницы кто. Да. И она поменяла дом благополучный в Петалума вот на пустой участок, где они вот это все сделали вместе. Она была счастлива, потому что у нее... Компаньон, муж, я не знаю, друг. Ой, какие коровы снялись и отвлекалась на это. Они пушистые. У нас коров, коровы. Ладно, отвлечемся немножко на коров. У собаки огромное отлично. Они вообще не закусанные никем. Как бизоны, они на бизонов поможем. Надя, они не закусанные никем, ни комарами, ни оводами. Здесь нет их. Мухи в этом году. Я-то я сглазила. Я говорю, я приехала, у нас на даче столько мух, а здесь нет. И в этом году мухи появились. Сейчас Марина говорит, столько мух в этом году. Да. Это точно я привезла. Ну, в общем, суть в том, что изначально хорош должен быть человек, который рядом. А потом все дела. Да, потом все. И страна, если человека нет рядом, вам и страна позорная покажется, и все тяжело. И вы не захотите никакой виноградник, ни замок. Вам ничего не надо будет, потому что рядом с вами человек, который... Личный человек. Да. Спасибо, Надежда Ивановна. Пожалуйста.